Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Камеры на iPhone начали настолько быстро эволюционировать, что видео и фото, снятое на iPhone, имеют очень большую популярность. Но одна из самых важных и самых частых проблем пользователей техники Apple это нехватка места на устройстве. В связи с чем, приходится постоянно следить за памятью на iPhone и удалять ненужные фото или видео с вашего iPhone. Однако здесь на помощь нам приходит iCloud. Это облачное хранилище от компании Apple. И сегодня мы разберемся, как скинуть фото и видео с iPhone в iCloud. Если вам знакома такая проблема, тогда это видео для вас. И эта информация сможет по-настоящему вас выручить. Перед тем, как начать, обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Также не забудьте занять видео лайком. Ну что же, если вы готовы, тогда поехали! Итак, друзья, на любом iPhone можно включить автоматическую передачу фото и видео с iPhone в iCloud. Для этого достаточно зайти в настройки. Дальше ищем приложение фото. И включаем функцию фото в iCloud. Другой способ включить фото в iCloud. Для этого опять же заходим в настройки. Нажимаем ваше имя или ваш Apple ID. Здесь выбираем iCloud и выбираем фото. И включаем фото iCloud. Здесь также у нас есть два варианта хранения фото и видео в iCloud. Если поставить галочку оптимизация хранилища, в таком случае оригинальные фото и видео с высоким разрешением будут храниться в облачном хранилище iCloud. А на iPhone будут автоматически фото заменяться уменьшенными версиями. Таким образом вы сможете сэкономить память на iPhone. В любое время, при условии доступа к интернет, вы сможете загрузить оригиналы фото или видео с iCloud на iPhone. Если вы выберете сохранение оригинала, тогда это значит, что оригинальные фото и видео будут сохранены как в памяти iPhone, так и в облачном хранилище iCloud. После того, как вы активировали функцию фото iCloud и определились с вариантом сохранения фото, оптимизация хранилища или сохранение оригинала, iPhone начнет процесс синхронизации фото и видео с облачным хранилищем iCloud. То есть, что это значит? Автоматически будут загружаться все ваши фото и видео, которые есть на iPhone, в облачное хранилище. Этот процесс будет возможным при условии подключения iPhone к интернету с помощью Wi-Fi. Сколько времени уходит на синхронизацию фото и видео в iCloud? Ну, здесь я скажу так, что по-разному. В зависимости от скорости интернет-соединения, а также от объема фото и видео, которые есть на вашем устройстве. Ребята, после окончания синхронизации, вы сможете посмотреть все свои фото и видео на сайте iCloud.com с помощью компьютера. Для этого нужно будет ввести Apple ID и пароль, открыть иконку фото, где хранятся все ваши файлы, и посмотреть свои фото и видео с помощью компьютера на сайте iCloud. Также вы можете без проблем загрузить эти фото или видео на ваш компьютер. Ребята, не забывайте, что бесплатное место в облачном хранилище iCloud ограничено и составляет 5 гигабайт. Использовать вы его можете не только под хранение фото или видео, но и для хранения другой информации, такой как резервные копии, почта и так далее. Более подробно можете узнать, что может хранить в iCloud, посмотрев видео. Ссылочка на него будет вот где-то здесь, вверху. Пожалуй, на этом все. Таким образом, мы сегодня разобрались, как скинуть фото и видео с iPhone iCloud. Как видите, здесь нет ничего сложного. Надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Обязательно подпишитесь на мой канал, оцените видео лайком. Есть вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok